Часть семнадцатая у нас на сегодня. Семнадцать яичек. Поехали далее. Пендаля. Не забывали? А? Вот так. Поехали далее. Семнадцатая. Небольшой, почти круглый осколок он заострил с одной стороны и сделал тупым с другой. Вышел нож с безопасной рукояткой. Для верности он снял с него еще несколько стружек и, оценив результат, остался вполне доволен своей работой. Второй осколок в несколько секунд тоже был превращен в нож. Одним махом. Сделав насечки на почти прямой кромке самого большого осколка, мастер получил зубчатый режущий инструмент. Из небольшого, наиболее круглого обломка получился скребок для выделки шкур. Следующий осколок приобрел глубокую зазубрану на режущем ребре, чтобы точить наконечники деревянных копий. И, наконец, на последнем, самом тоненьком осколке он сгладил острые кромки, оставив острым конец. Такой инструмент мог служить шилом или сверлить дырки в кости или дереве. Каждый из инструментов вдруг смастерил так, чтобы его было удобно держать в руке. Вот она. Эрго. Эргономичность. Слыхали такое слово? Ага. А тогда оно тоже было. Только никто не знал, как воно называется. Эрго. Все это время Эйла, затеив дыхание, не сводила с друга глаз. Возьми. И он отдал ей скребок и два широких острых обломка из отходов от топора. Тебе это может пригодиться, если пойдешь с нами на охоту. На мамонтов. И все. У Эйлы загорелись глаза. Блым-блыма. Никогда Эйла не держала в руках такого ценного тара. На мамонта. Неужели ее могут взять с собой? Ведь она же еще женщина. Еще. А на охоту берут женщины грудных детей. Потому что их нельзя отлучать от матери. Только, да и только. А она же еще не женщина. Но Эйла давно была взрослой и уже не раз сопровождала мужчин на охоту. Меня могут взять с собой. С восторгом думала она. Конечно, возьмут. Конечно. Я почти даже уверен в этом. Девушка сохранит их, размышлял друг. И если она пойдет с нами на охоту, то обновит инструменты при разделке добычи. Друг отряхнул стружки и пыль, слежащая у него на коленях шкурой, завернул в нее старые инструменты, в том числе и наковальню, каменный молот и костяной молоток. И крепко связал все это в узел шнуром. День был еще впереди. А друг уже закончил работу. Орудия у него удались на славу, но он не хотел злоупотреблять удачей. — Изо, Изо, смотри, мне это дал друг. Я даже видел, как он их делал. Эйла прямо на бегу жестикулировала правой рукой, поскольку влево несла инструменты. Он сказал, что охотники осенью идут на мамонта. И он делает оружие специально для этого случая. Он сказал, мне это пригодится, если я пойду с ними. — Как ты думаешь, меня могут взять? — Могут. Но только не пойму, почему это тебя так обрадовало. Это очень тяжелая работа. Нужно перетопить все сало, потом высушить мясо. Ты даже не представляешь, сколько у мамонта мяса и этого сала. Идти придется очень далеко. А на обратном пути все это придется тащить на себе. — О, тяжелой работы я не боюсь. Мне бы посмотреть только, посмотреть на мамонта. Я его видела только мельком, да и то издалека. — О, Изо, как же я хочу пойти. В здешних краях мамонты почти не встречаются. Летом тут им очень жарко. А зимой слишком много снега, который мешает им пастись. Давненько мы не ели мясо мамонта. У него вкусное и нежное мясо. И уйма жира, который идет до нас что угодно. Думаешь, меня возьмут, мам? — Бран никогда не делится со мной своими планами, Эйла. — Я впервые узнала от тебя об этой охоте, — ответила Изо. — Ну, думаю, раз друг сказал, что это возможно, значит, так оно и есть. — Он благодарен тебе за спасение, Оуны. Поэтому сообщил об охоте и подарил инструменты. Он замечательный человек, Эйла. Счастливчики те, кого он одаривает такими вещами. — Я постараюсь сохранить их. Сохранить до самой охоты. Я обещала ему это. — Отлично, Эйла. Ты все правильно решила. Глава 14. Мамонты обычно появлялись на юге ранней осенью. Подготовка к охоте на гигантского мохнатого зверя взбудоражила весь клан. Предполагалось отправиться на северную часть полуострова, туда, где он соединялся с материком. До завершения охоты деятельность оставшихся в пещере мужчин замирала. Если бы охотникам повезло вскоре найти и забить мамонта, и при этом обойтись без шерф, в чем никакой уверенности не было, то они на несколько месяцев обеспечивали бы, обеспечили бы себя мясом и ценным салом. Они уже достаточно запаслись мясом на ближайшую зиму и могли бы не беспокоиться на этот счет до следующего охотничьего сезона. Однако охота на мамонта даже с риском для жизни была просто необходима, чтобы заготовить впрок отменное мясо, и отказ от нее был для них непозволительной роскошью. Через два года ожидалось сходбище кланов. Все лето уйдет на то, чтобы добраться до клана, который устраивает великое празднество, и вернуться потом обратно. По прошлому опыту Бран знал, что необходимо позаботиться о запасах задолго до того, как состоится это сходбище, дабы следующую за ним зиму не пришлось голодать. Именно по этой причине он решил назначить охоту на мамонта. Сушеное мясо, овощи, фрукты и крупы при правильном хранении могли хорошо пролежать два года. В преддверии охоты в клане царила атмосфера возбуждения и суеверия. Исход дела в большей степени зависел от удачи, поэтому люди искали знамения в сущих мелочах. Каждый боялся сделать хоть что-то не так, проявляя особую осмотрительность в том, что касалось духов. Ведь разъяренный дух мог принести и несчастье. Женщины старательно готовили еду, поскольку подгоревшая пища считалась дурным знаком. На вечерних церемониях мужчины горячей мольбой пытались умилостивить бесплотных духов. Магур то и дело прибегал к своей могущественной магии за костяным ограждением маленькой пещеры. То, что протекало гладко, расценивалось как хорошее предназнаменование, а каждая неудача вызывала тревогу. Алярма! Все были на грани. Абран давно лишился уже сна и уже даже жалел о том дне, когда принял это роковое решение. Вождь собрал мужчин, чтобы обсудить, кто пойдет с ними. «Я собираюсь оставить одного из охотников для защиты жилища», — начал он. «Нас не будет здесь месяц, а то и два. Пещеру нужно кому-то охранять». Охотники старались не встречаться с Браном взглядом. Каждый боялся, что выбор пойдет на него. «Бран, тебе понадобятся все охотники», — начал Зук. «Пусть у меня нет былой силы в ногах, и я не могу охотиться на мамонта, но мне хватит ее, чтобы вонзить копье. Я уже не говорю о праще». У Дорва слабый глаз, но сильные мускулы. Он тоже сможет защищать пещеру копьем и дубинкой. «Покуда мы будем поддерживать огонь, к нам не забредет ни один зверь». «Так что за нас не волнуйся, мы обязательно спряемся. Тебе сейчас нужно думать об охоте». «Конечно, я не могу решать за тебя, но, думаю, тебе стоит взять всех охотников». «И я так считаю», — Бран, прищурившись и слегка подавшись вперед, подхватил Дорв. «Мы с Зугом сможем защитить пещеру, пока вас не будет». Бран посмотрел на Зуга, потом на Дорва и снова на Зуга. Вождь не хотел лишаться никого из охотников. Он не хотел делать ничего, что сокращало бы надежды на успех. «Ты прав, Зуг», — наконец заключил Бран. «То, что вы здоровым не можете охотиться на мамонта, еще не значит, что вы не сможете защитить пещеру. Нам повезло, что вы еще крепки телом. А я рад, что бывший помощник вождя выразумил меня своей мудростью». Не грех было лишний раз похвалить этого старика. И охотники все облегченно вздохнули. Оставаться никому не хотелось. Они жалели стариков, лишившихся охоты. Но также были глубоко им благодарны за то, что те взяли ответственность за жилище на себя. Одним делом меньше. Отлегло. Магур, как известно, тоже охотником не был. Бран видел, что шаман для самозащиты укрепил свой походный посох и про себя причислил его к двум другим защитникам. Втроем они вполне могли заменить одного охотника. Но втроем. «А теперь давайте решим, кого из женщин мы берем», — продолжил Бран. «Прежде всего, Эбру». И Уку подхватил Грод. Она сильная, опытная и не обремена маленькими детьми. «Да, Ука нам подходит», — одобрил Бран. «А также Овра», — произнес он, глядя на Губа. Помощник кивнул в знак согласия. «А как насчет Оги?» — спросил Брут. «Брак уже ходит. И на будущий год пора отлучать его уже от груди. С ним не нужно слишком возиться». «А почему бы и нет?» — недолго поколебавшись, произнес Бран. «Женщины за ним приглядят. А Ога, женщина трудолюбивая. Она нам пригодится». Брут очень обрадовался после таких-то слов. Ему льстило то, что вождь хорошо отзывался о его женщине. Молодой охотник приписывал ее заслуги своему воспитанию. «Кое-кто из женщин останется, чтобы приглядеть за детьми», — продолжил Бран. «Скажем, Ага и Ика. Групп и Игра еще слишком малы, чтобы проделать такой долгий путь». «За ними присмотрят Аба и Иза», — предложил Крак. «Игра вряд ли будет им слишком в тягость». Большинство мужчин не хотели расставаться со своими женщинами. И становиться в дороге обузой чужим женщинам. Не хотели. «Ну, не знаю, как Ика», — вступил разговор друг. «Но Ага на этот раз пусть остается. У нее трое детей. Если даже она возьмет с собой грубо, по ней будет очень скучать Оуна. А вот Ворн был бы не прочь пойти». «Пусть Ага и Ика остаются», — решил Бран. «И Ворн тоже. Ему нечего делать с нами. Женщинам от него мало проку. Тем более, что он будет без матери, а за ним нужен глаз да глаз. Успеет еще увидеть охоту на мамонта. Успеет». Выждав подходящий момент, Магур предложил. «Изе стала слаба. Да и уба еще, малый ребенок. Но я не вижу причины, почему бы не взять Эйлу. М? Она еще не женщина», — сразу же возразил Брут. «И кроме того, духам вряд ли понравится, что с нами пойдет чужачка. Но зато она выше любой из женщин, и ничуть не слабее их, выступил в ее защиту друг. А, еще тот друг. К тому же, усердно работает. Он, руки у нее неплохие. Да и духи ей благоволят. Вспомните, как мы нашли эту пещеру. Или тот случай с Оуной в море. Думаю, Эйла принесет нам удачу». А друг прав. Она сильная и шустрая в работе. У нее нет малых детей, к тому же. А Иза, к тому же, немного обучила ее целительству, к тому же. И это нам очень даже может пригодиться. Хотя, будь Иза здоровее, я предпочел бы взять ее. Словом, Эйла идет с нами, заключил Бран. И точка. Когда такая вещь дошла до Эйлы, она на радостях не могла усидеть на месте. Как шило в опе. Пакуя, перекладывая вещи, девочка постоянно прессовала кизе с расспросами. Что ей взять с собой? «Не нужно так много брать, Эйла. Если охота удастся, на обратном пути груза значительно прибавится. Но я для тебя кое-что подготовила. И это, думаю, тебе следует прихватить с собой». Когда Иза протянула ей небольшой мешок, у Эйлы от счастья аж навернулись на глаза слезы. Опять потекли ручейки. Он был сделан из цельной шкуры выдры. Прямо с головой, хвостом и лапами. Иза попросила Зуга изготовить его и держала подарок до поры до времени в очаге от друга. «Иза, моя личная сумка для трав!» Воскликнула Эйла и обняла целительницу. Девочка тотчас села и, по примеру, Иза стала пересматривать содержимое всех карманчиков и пакетиков. Эйла открывала каждый из них, нюхала то, что в нем находилось, и вновь завязывала прежним узелком. Иногда трудно было отличить одну траву от другой. Ой, как трудно! Хотя к особо опасным травам во избежание ошибки примешивали сильно пахнущие, безобидные растения. Поэтому для верности каждое целебное средство завязывалось определенным узелком и шнурочком. Пакетики с одними растениями были перевязаны веревкой из конского волоса или волоса другого животного, чья шерсть была примечательна по цвету и по качеству. Другие же – шнуром из кожи, сухожилий, древесной коры или лозы. Узнать, что где лежит, можно было по цвету и виду шнура, и также по типу узла – узелочек. Сложив мешочки и пакетики в сумку и привязав ее к себе, Эйла немного полюбовалась ею, после чего сняла и положила рядом с походной корзинкой. Все было готово. Но Эйла не могла решить, что делать с пращей. Девочка боялась оставить оружие в пещере. А вдруг его кто-нибудь найдет? Обнаружит – Крэп или Иза? Можно было спрятать пращу в лесу, но как бы ее случайно не откопал и не разодрал какой-нибудь зверь. Поэтому Эйла решила взять и ее с собой и очень хорошо спрятала в складках накидки. Едва забряжил рассвет, вернув листве многоцветия красок, как охотники двинулись в путь. Они уже одолели первый перевал, что был к востоку от пещеры, когда осветившее горизонт зарева разлилось с золотом по бескрайним просторам. К разгару утра охотники вышли в степи. Бран задал быстрый шаг, каким мужчины обычно двигались на охоту. Однако женщинам мешал груз, хоть и легкий, но обременительный при скорой ходьбе. Шли они обычно до захода солнца и проделывали в день гораздо больший путь, чем когда всем кланам искали пещеру. В дороге ничего не готовили, а только кипятили воду для чая и питались припасами, какие мужчины брали с собой на охоту. Это было вяленое мясо, перемешанное с салом, сушеные фрукты, сформованные в виде маленьких лепешек. Концентрированная походная еда прекрасно восстанавливая силы. То, что надо. С продвижением на север по ветреным степям резко холодало. Однако стоило включиться в ходьбу, как все быстро согревались и даже не успевали замерзнуть за время коротких остановок. Мышцы, особенно у женщин, окрепли и перестали уже болеть. Но идти становилось все трудней и трудней. Путь по равнине преграждали глубокие овраги, залежи известняка, которые обнажило недавнее землетрясение. В ущельях, порой заканчивавшихся тупиком, соответственных стен с грохотом срывались валуны. В некоторых лощинах текли ручейки и даже речки. Рядом с водой встречались искореженные ветром редкие сосны, лиственницы и ели, перемежавшиеся низкорослыми березами и ивами. Только там, где овраги превращались в речные долины, защищенные от беспрерывного ветра, и где было достаточно влаги, произрастали хвойные и мелколиственные деревья, более похожие на своих южных сородичей. В пути обошлось без приключений. Спустя десять дней Бран заметлил шаг и послал гонцов обследовать местность. Поскольку охотники находились близко к перешейку, то могли очень скоро найти мамонта. Остановившись на привал у небольшой реки и отправив бруда с гувом на разведку, Бран с нетерпением дожидался их возвращения. И от того, какую весть они принесут, зависело его решение — разбивать лагерь на ночевку здесь или идти дальше. На землю уже спускались вечерние тени. Сильный ветер теребил бороду Брана и хлестал накидкой по ногам. Он стоял поодаль от остальных и, прищурившись, смотрел вдаль. И вдруг на горизонте показались две бегущие фигуры. Неживо набрано охватило волнение, он либо учуял, либо понял по их движениям, с чем они возвращались. Но задолго до того, как услышал голоса, вождь уже знал, что они кричали. «Мамонт! Мамонт!» И все люди обступили их. «Огромное стадо на востоке!» — возбужденно жестикулировал Брут. «Далеко?» — спросил Бран. Гуф поднял руку вверх и обвел небольшую дугу, что означало несколько часов ходьбы. «Показывай, куда идти!» И Бран велел остальным следовать за ним. До захода было еще достаточно времени, чтобы успеть добраться до стада. Солнце клонилось к горизонту, когда охотники увидели вдали темное движущееся пятно. «Большое стадо!» сразу же подумал Бран, объявив привал. Чтобы не искать ручей, в темноте решили обойтись водой, прихваченной с прошлой еще стоянки. Главное, что они нашли мамонтов. Теперь же дело было за охотниками. Перенеся стоянку на более удобное место вблизи ручья, окаймеленного по берегам двойными рядами кустов, Бран собрал мужчин, чтобы выработать новую тактику. Методы охоты на зубра были неприменимы для шерстистого толстокожего гиганта. Мужчины принялись обследовать окрестности в поисках подходящего ущелья, узкого, заваленного в конце валунами. Хорошо было бы, чтобы таковой нашелся неподалеку от медленно движущегося стада. Ранним утром следующего дня Ога, преклонив голову и дрожа от волнения, села напротив Брана. А Овра с Эйлой с нетерпением поджидали ее поодаль. «Что ты хочешь, Ога?» спросил Бран. «Эта женщина хочет тебя попросить», нерешительно начала она. «Да?» «Эта женщина никогда не видела мамонта, и Овра с Эйлой тоже. Не позволит ли нам вождь подойти поближе, чтобы на него хоть посмотреть?» «А как же Эбра сукой? Они тоже хотят посмотреть на мамонта?» «Они говорят, что уже насмотрелись на них, и идти не хотят», ответила Ога. «Мудрые женщины видели мамонтов. Мы пойдем по ветру. Нельзя подходить слишком близко и пытаться окружить стадо, иначе мы испугнем зверя». «Мы близко подходить не будем», пообещала Ога. «Ну да, когда вы его увидите, думаю, вам этого и не захочется», закончил Брант. «А небольшая прогулка этим женщинам не повредит», подумал он. «А че, дел у них пока немного, зато потом прибавится, если, конечно, духи пошлют нам такую удачу». Женщину взволновало предстоящее приключение. Хотя каждая из них мечтала увидеть мамонта, именно Эйла уговорила Огу попросить об этом вождя. За время похода все трое заметно сблизились. Прежде ни Ога, ни Овра почти не обращались, не общались с девушкой. Действительно, тихая и сдержанная по натуре Овра считала Эйлу еще маленькой, а Ога избегала ее из-за бруда. К тому же обе женщины жили-были со своими мужчинами, и они были хозяйками очага. Эйла же оставалась ребенком, не познавшим еще их бремени ответственности. И только этим летом, когда девушку стали брать в охотничьи походы, женщины заметили, что она выросла, хотя Эйла уже давно была выше любой из них. Даже охотники стали относиться к ней как к взрослой. Особенно часто обращались к ней крак и друг, поскольку их женщины остались в пещере, а им не хотелось лишний раз спросить о чем-то женщину через ее спутника, хотя на деле это правило не всегда соблюдалось. Молодые женщины, объединившись благодаря интересу к охоте, успели подружиться. И Эйлу, который, кроме языка и убы, близких отношений ни с кем в клане до сих пор не завязалась, была этому очень даже рада. Рано утром, оставив брак с Эброй и Укой, Ога в компании Сейла и Овры отправились в путь вслед за охотниками, которые ушли незадолго до них. В дороге женщины бурно размахивали руками, весело делились впечатлениями. Но когда они приблизились к стаду мамонтов, их разговор враз оборвался. Остановившись, все трое засмотрелись на шерстистых гигантов. Толстокожий зверь был хорошо приспособлен к холодным условиям. Сверху его защищал густой мягкий подшерсток и рыжая шерсть длиной до 20 дюймов. Изнутри трехдюймовый слой подкожного жира. Холод вызвал также изменения и в его теле. Высотой около 10 футов плотные, крепко сбитые мамонты имели массивные, величиной в половину длину туловища, заостренные куполом головы. Головы, наверное. Головы. Эти подпедвы подверты ничего не поймешь. Футы, муты, сантиметры, метры пишите, чтоб все понятно было. А? На загривке голову от холки отделяла глубокая впадина. Спина резко понижалась к более коротким задним ногам. Но более всего впечатляли его длинные изогнутые бивни. глянь туда, гля! Иога показала рукой на старого мамонта. Его белые бивни изгибались аж кругом, достигая целых шестнадцати футов в длину. Оставляя за собой вспаханную борозду, он рвал траву вместе с камышом и, запихивая грубые стебли в пасть, страшно скрежетал своими зубами. Зверь помоложе, с более короткими бивнями, вырвал с корнем лиственницу и стал объедать с нее ветки и кору. Ужас! Какие же они здоровущие! С содроганием прожестикулировала овра. Я даже не представляла, что такие бывают. Как же их вообще убивают, если к ним нельзя даже приблизиться с копьем? Не знаю, с ужасом проговорила Ога. Лучше бы мы не приходили сюда, сказала овра. Охота будет опасной, как бы кого не ранила, а то не убила. А вдруг гув пострадает, что я тогда буду делать? Бран все рассчитал, вступила в разговор Эйла. Думаю, он даже не начнет охоту, если не будет до конца уверен в успехе. Эх, как бы я хотела поглядеть. А я нет. Я не хочу даже близко находиться при этом. Скорее бы это уже все закончилось. Ога не забыла, что мужчина ее матери погиб на охоте незадолго до землетрясения, которое и сделало ее сиротой. Она слишком хорошо знала, что опасность всегда остается. Как бы тщательно Бран все там не взвесил. Пошли-ка лучше назад, предложила Овра. Брану не понравится, что мы подошли так близко, даже ближе, чем я думала. И они повернули назад. Поспешно удаляясь, Эйла то и дело оглядывалась. Обратный путь прошел в молчании. У всех пропало настроение даже говорить. Бран велел женщинам готовиться к тому, чтобы на следующий день, после того, как уйдут мужчины, перебраться в более отдаленное место. Он нашел подходящее для охоты ущелье, идеальное во всех отношениях, но расположенное далеко от мамонтов. И счел хорошим знаком, что звери движутся на юго-запад и к концу следующего дня окажутся невдалеке от выбранного им места. На следующее утро едва охотники высунули носы из низких палаток, как их обдал холодом жгучий ветер, раздувавший во все стороны падающий пушистый снег. Однако непогода не могла омрачить острого предвкушения грядущего дня. Им предстояла охота на мамонта. Женщины наскоро приготовили чай. Тем временем мужчины топтались вокруг с копьями в руках, разминая мышцы. В воздухе витало напряжение. Грот взял из костра уголек и, вложив его в рог зубра, привязал к поясу. За ним то же самое повторил Гуф. Все туго обернулись накидками, но не теми, которые носили сверху, а более легкими, чтобы не стеснять движений. Холода никто не ощущал, они были слишком перевозбуждены. Бранд в последний раз быстро напомнил план действий. Каждый из них, закрыв глаза, взялся за амулет, поднял незажженный факел, сделанный накануне вечером, и все тронулись в путь. Эйла вожделенно смотрела им вслед. Как же бы она хотела пойти с ними, вместе с ними? Но пришлось присоединиться к женщинам, которые уже начали собирать траву, навоз, веточки и сухостой для костра. Вот она, наша работа. Охотники быстро настигли стада. После ночного отдыха мамонты уже продолжили свой путь. Мужчины, припав к земле, скрылись в высокой траве, в то время как Бранд любовался проходящими мимо животными. Хорошо бы забить того старого мамонта со здоровенными бивнями, отметил он про себя, но вскоре передумал. Зачем им такие крупные бивни, которые будут только лишним грузом? У молодого зверя он и бивни поменьше, и мясо понежнее. однако считалось, что чем больше бивни у мамонта, тем больше славы у охотников. Тоже? Угу. С другой стороны, молодой зверь для них представлял большую опасность. Более короткими бивнями он не только вырывал деревья с корнем, он мог воспользоваться ими как грозным оружием. Бран терпеливо выжидал. Не для того он столько времени готовился и проделал такой длинный путь, чтобы зачеркнуть все одним махом. Он ждал подходящего момента и скорее перенес бы охоту на завтра, нежели поставил под сомнение успех всего дела. Остальные ждали тоже, хотя кое-кому не хватало терпения. Снег прекратился, облака стали рассеиваться, пропуская сквозь себя теплые лучики восходящего солнца. Когда же он наконец уже даст знак? Тихо проворчал Брут, обращаясь к Гуву. Гляди, как высоко уже солнце. Встали чуть свет, а теперь торчим тут без дела. Ну, че? Че он ждет, а? Бран ждет, когда наступит подходящее время, заметил ему Грот. Что, по-твоему, лучше? Лучше уйти отсюда с пустыми руками, да? Или немного подождать? Учись, учись терпению, Брут. Бери с вождя примеры. Когда-нибудь на его месте будешь и ты. А Бран хороший вождь и хороший охотник. Тебе повезло, что есть у кого учиться. А чтобы стать хорошим вождем, одной смелости ой, как мало. Наставления Грода пришлись Бруду не по душе. Когда я стану вождем, все, он не будет моим помощником. Да и вообще, он уже стар, подумал тот. И молодой человек немного даже отодвинулся и, слегка вздрогнув от порыва сильного ветра, приготовился ждать. Никуда не денешься. Когда Бран наконец подал сигнал «Готовься!» Солнце уже было высоко в небе. Охотников внезапно охватило волнение. Чуть отстав от стада, все больше забирая в сторону шла беременная мамонтиха. Она была довольно молодой, хотя, судя по длине бивней, вынашивала детеныша не в первый раз. Длинное и громоздкое тело не давало ей быстро передвигаться. В случае успеха охотников ожидало бы вкусное сочное мясо. Вдруг самка мамонта направилась в сторону, где осталась трава, не съеденная ее сородичами. Именно этого момента и ждал Бран. Зверь отбился от стада и вождь подал сигнал. Достав горячий уголь, грот сразу же поджег факел, который держал наготове и раздул яркое-яркое пламя. Друг зажег от него еще два факела, один из которых передал Брану. Увидев сигнал, к ущелью бросились три молодых охотника. Они включатся в охоту позднее. Бран с Гродом ринулись вслед за самкой мамонта, поджигая по дороге сухую траву. Мамонты не имели природных врагов, если не считать только человека. Только самые маленькие и самые старые могли стать добычей хищника. Пожары в степях, вызванные естественными причинами, длились не один день и разрушали все на своем пути. Пожар, устроенный по вине человека, был не менее губительным. В момент опасности мамонты чисто инстинктивно прижимались друг к другу. Нужно было быстро отрезать мамонтихе путь к стаду, отрезать именно огнем. Бран с Гродом на какое-то время оказались между беременной самкой и ее сородичами, рискуя пасть жертвой любой из сторон. Запах дыма привел мирно пасущийся стадо в замешательство. Самка кинулась было к остальным, но было уже поздно. Их отделяла огненная стена. Стадо, спасаясь от надстегающей их стихии, бросилось бежать на запад. Пожары в степи были неподвластны человеку, но охотников это не беспокоило. Ветер дул в другую сторону. Предусмотрительно, да? Тогда перепуганное животное визжа повернуло на восток. Но там как раз и поджидал друг, который, размахивая горящим факелом, погнал его к юго-востоку. Крак, бруд и гуф, самый молодой и быстрый охотник, бежали впереди самки мамонта и боялись, как бы она не обогнала их. Бран, Грот и друг пытались настичь ее сзади, молясь, чтобы та не свернула в сторону. Но обезумевший зверь слепо несся вперед. И вот, приблизившись к ущелью, Крак свернул туда, а бруд с гувом остановились у его южной оконечности. схватившись за бычья рог, гуф молил свой тотем, чтобы не погас уголь. К счастью, тот еще теплился, однако раздуть пламя запыхавшимся охотникам оказалось не под силу. Тут им сыграл на руку ветер, он им помог. Продолжая молить духов о помощи, они бросились навстречу бешеной несущемуся гиганту, размахивая перед его носом дымящимися факелами. У них была опасная задача загнать животное в ловушку. Учуяв запах дыма, бегущая от огня самка мамонта судорожно бросилась в сторону и через мгновение оказалась в ущелье. Бруд с гувом прыгнули за ней вслед. Обнаружив ловушку, она дико взвыла. Охотники настигли ее в мгновение ока. Бруд достал острый заточенный самим другом нож и, полоснув им по левой задней ноге, перерезал животному сухожилие. И воздух сотряс страшный крик. Теперь мамонтиха не могла никуда двигаться. гув, следуя примеру бруда, треснул ее молотом по правой ноге, и она упала на колени. И тут из-за валуна выскочил крак и вонзил копье прямо в пасть мечущегося в агонии зверя. Инстинктивно защищаясь, тот изрыгнул на безоружного охотника целый поток крови. В этот момент как раз подоспели и остальные. Бран, Грот и Друг окружили умирающего гиганта со всех сторон и воткнули копья почти одновременно. Бран проткнул ему глаз. Самка мамонта издала последний крик и рухнула на землю. Осознание всего случившегося к охотникам пришло не сразу. В неожиданно наступившей тишине шестеро мужчин перекинулись взглядами. От радостного волнения их сердца забились сердца быстрее прежнего и все разом разразились победным криком. Ведь они сделали это. Они убили огромного мамонта. Шестеро мужчин довольно слабое создание природы в сравнении с четвероногими хищниками применив сноровку и смекалку убили гигантского мамонта. Каким бы сильным быстрым или хитрым не был зверь, он был неспособен на такой подвиг. Брут прыгнул на спину лежащего животного, а за ними Бран. Вождь горячо похлопал молодого охотника по плечу, после чего вытащил свое окровавленное копье и высоко поднял его вверх. Четверо остальных присоединились к ним и заплясали от радости на спине поверженного зверя. «Ни один человек не ранен», рассуждал Бран, обходя зверя по кругу. «Даже ни единой царапины». «Это большая удача. Должно быть, тотемы нами довольны». «Нам надо отблагодарить духов», объявил он мужчинам. «Когда мы вернемся в пещеру, Магур проведет особую церемонию. А сейчас мы возьмем внутренности. Каждый получит по куску и столько же пронесем Зугу, Дорву и Магуру. Остальное прочитается духу мамонта. Так сказал мне Магур. Мы захороним это здесь, вместе с неродившимся детенышем». Магур также велел не прикасаться к мозгу. В нем еще обитает дух. «Кто первым нанес удар? Бруд или Гуф? Бруд», ответил Гуф. «Тогда тебе, Бруд, первый кусок, хотя успех охоты принадлежит всем». Бруда с Гуфом послали за женщинами. Одним титаническим усилием задача мужчин была выполнена. Теперь наступал черед женщин. На них ложилась утомительная работа по разделке и заготовке мяса. Женщины вытащили из утробы животного почти сформировавшегося мамонтенка. Шкуру же пришлось сдирать с помощью мужчин. Она была слишком велика и справиться с ней можно было только лишь общими усилиями. Некоторые части туши отрезались, чтобы позже положить их на хранение в каменные ниши пещеры. Все остальное оградили кольцом костров. С одной стороны, чтобы не заморозилось, а с другой, чтобы оно не стало легкой добычей какого-нибудь хитрого зверя. Отведав наконец свежего мяса, они, уставшие, но счастливые, вскоре погрузились в сон. Наутро, пока мужчины возобновляли в памяти волнующие минуты прошедшей охоты и восхищались доблестью друг друга, женщины трудились, не покладая рук. Неподалеку находился ручей и, разрубив тушу на приемлемые части, они перебрались поближе к воде, оставив на сиденье хищникам в основном то, что нельзя было отодрать от костей. Все части мамонта находили применение в клане. Из грубой шкуры мастерили добротные башмаки, которые носились лучше и дольше других, а также горшки и ремни. Ее растягивали на распорках, сооружая укрытие и помещали у входа в пещеру. Мягкий подшерсток использовался вместо подушек, постелей и даже в качестве впитывающего материала для младенцев. Из длинной шерсти плели веревки. Пузыри, желудок и кишки превращались в емкости для хранения воды, суповые горшки и прочую хозяйственную утварь, а порой даже служили непромокаемой одеждой. Особой ценностью обладал мамонтовый жир. Люди нуждались в нем как в источнике силы, поскольку мясо оленей, лошадей, зубров, бизонов, кроликов и птиц, которыми клан обычно питался, было почти что его лишено этого жира. Неужели? Помимо того, жир служил топливом для каменных ламп, слегка согревавших и освещавших жилища, пропиткой для одежды, основой для всякого рода мазей. Жир помогал поджечь сырое дерево. На нем можно было в случае надобности приготовить пищу. Так где только его не применяли. Везде. Каждый день женщины смотрели на небо. При ясной погоде мясо на ветру высыхало за семь дней. В таком случае копчению не прибегали. Было достаточно холодно и оно не успевало испортиться. К тому же в этой местности не так-то просто было отыскать сушняк для костра. В случае облаков, дождя или мокрого снега сготовка мяса продолжалась бы втрое дольше, поэтому все надеялись на сухую, ясную и холодную погоду. Только после того, как гора тонко нарезанного мяса до конца высыхала, вот только тогда и можно было трогаться уже в путь. Толстая мохнатая кожа очищалась от подкожного жира, кровеносных сосудов, нервов и прочего. Куски сала помещали в огромные кожаные котелки и растапливали над огнем, после чего жир сливали в кишки и завязывали в виде колбасок. Шкуру вместе с шерстью разрезали на приемлемые части и туго свернув в ролики крепко замораживали, чтобы донести до пещеры. Позже зимой ее очистят и выделают. Около лагеря гордо торчали отломанные бивни. Их тоже собирались тащить с собой. Да, все в ход идет. Но я только не понял, было сказано как. То, что охотники берут с собой кусок мяса тебе-тебе-тебе шесть человек в порядке иерархии, кто первый подбил, тот первый получил. Но все равно говорится, что мы вместе. Вместе мы бы ничего не сделали. Это похвально. А остальное, как говорил ему Магур, мы оставляем здесь. Вот это меня прям удивило. То есть шесть человек сколько они могут с собой мяса унести? Фиг, да ничего. Ну, сколько? А он-то какой здоровый этот гигантин, а? Мамантина. Ну, действительно. Я так понял, что они его вообще оставляют, и оно там гниет как бы. Ну, он сказал, оставляем духом все остальное. Так Магур сказал. Ну, и что удивительно, было сказано, что не трогать мозг. То есть нельзя к нему даже дотрагиваться. А как его разделывать? Голову не трогаем, что ли? Ну, это очень удивительно. Я первое, что мысли какую подумал, то, что когда человек погибает, тоже дух уходит из человека. Какие-то эксперименты даже проводились, что на какие-то граммы человек становится легче. И подразумевает, что вот это именно вот этот уходит душа. Дух, душа для меня это одно и то же. Я так это понимаю. И может быть здесь тоже имеется в виду, что ну и где душа находится? Ну, видать в голове человека. Вот как посудить по мамонту этому. Но я думаю, что она везде в теле. Везде. Такие вот размышления. И по поводу мамонта меня еще удивило, что здесь сказали, что мамонт это как хищник. Но здесь было только предложение. Ну, так было сказано как-то. Я так понял, что они хищники и мы как бы вот... Но они же не хищники. Это же... Они разве хищники? Кого они едят? И как вообще на них охотиться можно? Вот удивительно. Я себе это представил. Здоровезная махиндра вот это. И вы со своими этими прутиками, кремниями этими. Что вы сделаете? Как ты подбежишь к ней сзади, чтобы разрезать даже сухожилие? Попробуй. Там даже попробуй тыкни. Я уже не говорю разрезать. Это же нужно втыкнуть. И оно же там наверное бронебойная эта шкура. Еще нужно силовым его как-то резануть. И мало того резануть кожу и еще плюс сухожилие. это лилипутики. Ну да, они сильные. Хорошо, но лилипутики махонькие. Как они это могут вообще сделать? Вот я себе представил, я особо не представляю как. Это даже если все шесть нападут, оно мах разлетелись сразу же. Что ты сделаешь ей? Я единственное что подумал, что может быть они загонят вот в этот тупик, там было сказано, и там какие-то каменюку сверху на нее киданут, по башке попадет там почему. И да, вот это может быть сделать исход. А там уже бей, добивай и так далее. Но нет, нам сказано, что вот так там разрезали, здесь подрезали, тут куда, в глотку и этот в глаз, все, в глаз за отказ. Даже не было сказано, что были разрезаны какие-то артерии и кровь, чтобы вышла, вот этого ничего не было сказано. Хотя это, мне кажется, может, может, возможно, вот, человек может как-то вот так подействовать на такое огромное животное. И действительно, сколько я смотрел про этих мамонтов, у них зубы, вы замечали, они как наковальни, они перетирают, так и еще форма такая, как у ракушки, что ли. Ну, такие волнами как-то вот идут, вот, посмотрите, интересненько. и что самое удивительное, что до сих пор находят их в этих снегах и хорошо сохранившиеся эти бивни и даже мясо было такое, что вот как раз как в холодильнике, где-то я видел передачку, попадаются все реже и реже, конечно. Интересно, что это за мясо, вот-то вопрос. Вот они жареное мясо его бы ели, мне кажется, оно мало чем отличается от говядины, хотя, ну, кто из нас пробовал, а? Конечно. Мамонты мы пробовали. Вы пробовали? А ну, напишите там в комментариях. Ну, чуть-чуть принесете мне в пещеру, попробуем вместе. Попробуем, что воно таке? И с чем его едят, а? А, что еще удивило? Эти пакетики. Что-то за пакетики. Слышали там, она дала Эйле вот это вот, и там была сумочка с пакетиками, и там из одного пакетика травы лежали в другом. Вот это пакетики. Какие пакетики? Полипропиленовые, да, пакетики? Ну, я думаю, что это просто особенности перевода. Когда переводили, видать, с английского, там пакетики, там пэкет, наверное, были, или покет, покет, это карман. Ну, короче, пакетики, и перевели как пакетики, я вот так представил. А как сказать? Вот, чтобы мы поняли, вот мы современные. Вот как нам сказать? Пакетики. Мы пакетики понимаем, что это, да? Ну, как вот? Вот потому, наверное, эти и придумали пакетики. А то, что мешочки, там, эти ноши, суммы, суммы. Суммы для нас, вот тоже сумма, это сумка, сумочка, да? Я все время думаю, что сумма, это как сумма, тотал, итог, итог, ну вот, сумма. Вот. Даже мне сумма, когда вот я читаю, мне хочется сказать сумка, потому что это понятно, что сумка. Ну вот, что я еще хотел обсудить, да я уже и не помню. А, кремни выписали, что это минерал. Мы выписали, что кремень и кремний, я до сих пор не понял, это одно и то же, и разные вещи. И, да, я знаю, вспомнил то, что у меня мамка, короче, в воду бросала этот кремний, еще очень тяжело было найти его, она в аптеках, в аптеке нашла. И то, помню, это давно уже было. Короче, найти его тяжело, и даешь его в воду обычную, это как идет минерализация, минералы. Но мне, правда, не нравится привкус этот такой, когда после него, такой, ты знаете, он кое-как пахнет каким-то, то ли, ну, короче, у меня такое ощущение, как вот в селе, в деревне наберешь воды, и оно там и мелом пахнет, и еще всякой фейней. Хотя, вроде же, это пользительно, да? Но точно еще знаю то, что если ты минерализируешь, то ты не кипяти эту воду, это надо пить ее сырой. Вот это я знаю. Так вот, скажите мне, вот этот кремний, что у меня вот тут сейчас лежит, я даже помню, вот такие камушки, они лежат в этой бутылке. Ну, я прям кидаю их в бутылку, короче, и она там на дне все время там шабуршится, и как бы минерализируется. Так вот, эти камушки, это и есть вот эти вот кремнии, которые они привязывали на копье и били мамонта, да? Это оно и есть вот это, кремний? Ты понял? Такие камушки, они действительно, они так темные, где-то такие с разными, нет такого плана. А, еще что, одно хотел еще сказать. Тут пришло такое интересное, то, что говорят, что праща, ударение идет на А, последнее, праща. Ха! Ты понял? Ну, это, я не знаю, ли это правда, но если так говорить, мне так даже неудобно, праща. Я уже праща, да и все, привыкли, да и все, уже и запомнили, что праща, правильно? Ну, короче, говорят, что праща все-таки, на второй А. Ну, пишите, правда это или нет. А на сегодня уже что? А на сегодня уже все. Покедова! Ставьте ваши педали и слухайте далее. Завтра уже заходите в избушку. Все, на огонек. Покедова! Все, до побачення! С покиноки! Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.